Итак, дорогие друзья, вот тема сейчас изучать язык программирования это точно не то, что делает большинство. Я сейчас произнесу слово, которое возможно вас скорее всего сначала напугает, но после пары минут вы будете с этим справляться легко. Мы рассмотрим на примере конструктора, но просто мы его в солидности проходим сейчас. А зачем мы это рассмотрим? Отвечаю на вопрос. Итак, ребят, понимание языка приходит, когда появляется. Понимание зачем? Не сам язык. А вот возьмем конструктор, да? Конструктор. Секунду. Это относится к ООП. Итак, конструктор. Теперь еще сделаю одно утверждение. Язык не имеет значения. В описании я дам сайт, секунду, отвлекусь. spb-tube.ru, Python, Django и dApp.spb-tube.ru, Blockchain, Solidity, Python, Django, то есть dApp-приложение. Итак, работая с обучением с 2008 года практически, я создал систему, которая рассказывает, как учить язык. А теперь давайте перейдем к делу. Как делает большинство? Ну, я возьму самое простое, на примере Python. В большинстве своем ребята как делают правильно. Берут учебник и пошли по порядку. При этом глаз замыливается. Когда ребята изучают, на вопросы, зачем мне это и что это делает, практически ответов не находят. Почему этот материал не запоминается и все это бесполезно. Что выход? Сразу запомните выход. Изучение не менее двух языков. Это однозначно. Теперь давайте к делу. Итак, я вам сказал, конструктор. Сложно? Да, сложно. Что он делает? А черт его знает. А ведь буквально просто. Давайте сначала посмотрим то, что вы, наверное, вообще сейчас скажете, ой, боюсь, боюсь, я аж там ничего не понимаю. Хорошо. Я открою исходный код. Кстати, сразу буду говорить. Основное внимание я уделяю системе работы с кодом. Сейчас не буду об этом говорить. Ну, может быть, пару слов. Итак, мы видим, вот, смотрите. Вот это init слово, конструктор. Он называется init, но я просто знаю, что это конструктор. Сейчас я вам объясню, зачем он. Теперь я открываю код Solidity. Тут, правда, прямо слово конструктор. Это тоже конструктор. Теперь вы скажете, это все разное. Ребят, ерунда. Что мне надо знать о конструкторе? О конструкторе мне надо знать всего две вещи. Что он делает? Зачем он? Ну, хорошо. Давайте я вам сделаю так, что вы сами догадаетесь, зачем. Открываем код. Опять. Init в Python. Это тоже конструктор. Просто метод init, но называется конструктор. Ребят, смотрите. Вот мы видим init, и у нас поехало там. ID нет, title нет, позиции нет, сайз, позиция такая-то, сайз такой же размер, toolbar. А теперь скажите, это тога на Python. И представьте, здесь описано окно Windows. Да, нетрудно догадаться. Вот окно. Вот окно программы, которое вы пишете. Скажите, пожалуйста, логически вы пишете программу. На одном компьютере она может открыться, что будет занимать три монитора. На другом совсем маленькая. Это хорошо или плохо? Это плохо. Значит, логически сделать так, чтобы программа открывалась примерно в одном месте и с одним размером. Начальная, первый запуск, да? Окно программы. Согласитесь, это логично. Логично, да? То есть, давайте посмотрим, что же здесь было указано. И мы видим, действительно, размер и позиция. То есть, где открываться. Далее, ID у нас нет, мы можем, title нет. Да, то есть, нету ничего. Просто будет title. Хотя, можно было написать, чтобы title был в заголовок, там, как в заголовок файла. И так далее. И с этого можно сделать вывод, наверное. Конструктор определяет какие-то первичные параметры. Так, ну это же Python. А что у нас с солидностью? Может, там что-то по-другому? Ну, давайте смотреть. Давайте смотреть. Так. Тут написано умно, да? Конструктор, это необязательная функция, объявленная с помощью слова, ключевого слова конструктор, которые, которые при создании кота запустить код с инициализацией контракта. Смотрите, это разное. Вот то, что здесь. Теперь я вам покажу, смотрите. И здесь написано init, да? Когда класс определяет init метод, экземпляр класса автоматически вызывается. Бла-бла-бла. Но, что же здесь сходного? А может, здесь есть что одинаковое? Написано по-другому. Инициализации контракта. Смотрим дальше. Инициализированный экземпляр. Да, смотрите. Что нам надо было знать? Значит, я вам объяснил простым языком сначала. Нам конструктор определяет первичные параметры. Тогда для меня надо было понять, что первичные параметры, а что за ними стоит. Инициализация. Инициализация это и есть присваивание. Иными словами, мне надо было знать несколько вещей. Первое, что конструктор, где бы в языке не был, он будет инициализировать. То есть, я должен понимать этот термин. Вы можете набрать инициализацию в Википедии, вы прочитаете, но я вам скажу, это еще проще. Иными словами, это присваивание определенных параметров. Теперь давайте-ка мы посмотрим вот это окно. Правильно скажите. Вот они параметры. Позиция 100-100. Размер 640 на 480. Присвоили определенные параметры первичные. То есть, инициализировали. И они готовы к работе. Когда я себе отвечаю на вопрос. Так зачем нужен конструктор? Тогда я говорю. Конструктор нужен, чтобы определить первичные параметры со значениями. Со значениями, то есть, могу сказать языком программиста, инициализировать. Но в любом случае, это будут первичные параметры. Для этого нужен конструктор. Если я открою сейчас язык программирования Kotlin. Как вы считаете? Я найду что-то для себя новое. Да я 100% уверен, что суть будет та же самая. Итак. Конструктор Kotlin. Первичный конструктор. Или несколько вторичных. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. И читаем. Первичный конструктор не может содержать там. Но далее. Код инициализации может быть помещен в блок инициализатора. С префиксом init. Это с Python уже содрали. И нет. Вообще в Kotlin параметры, как в Python. Чтобы вы знали. Если вы Python изучаете, то Kotlin вам легко пойдет. И нет. Опять инициализация. Но здесь просто разница. Тут есть первичный, вторичный. Ребята. И вот смотрите, что пугает новичка. Что делает новичок. А новичок делает. Да я так сам делал. Я, ребят, ни в коем случае не хочу там с вас сделать, что вот Буфсуновский такой умный. Умный я, потому что много лет занимаюсь. Но я рассказываю про себя. Как я вначале делал. Я вначале, наверное, делал, как и большинство из вас сейчас делает. Бессистемно открыл книгу. Буду читать подряд, да. Сейчас я открою. Как большинство делает? Открывают. И пошли. И пошли изучать. Зачем? Что? Прочитал. Вроде пока код пишет, понимаешь. Если спросишь вопрос. Слушай, вот смотрите. Я вас спрашиваю. Зачем вам шуруп? Ну как зачем? Что-нибудь вкрутить. Вы же не говорите, вкрутить ручку. Что хочешь вкрутить. Ребят, да в программировании то же самое. Ключевые вещи во всех языках одинаковые. Не верите? Думаете, Буфсуновский несет бред? Отлично. Доказательства. Джейсон. Что такое Джейсон? Коротко. Очень коротко. Это формат, который служит для обмена данными. Иными словами, я беру язык программирования солидность и могу передать данные в язык программирования C. Из языка программирования C я могу передать данные в язык программирования Python. Без проблем. Почему? Вот в разных языках, смотрите, ведь не в парах значения. Читаем. Сейчас я объясню вот это. В различных языках реализуется как объект, запись, структура, словарь, список, ассоциативный массив. То есть, во всех языках есть типы данных. Они по-разному называются. У Python там, допустим, есть список. В Kotlin есть массив. В Solidity есть тоже массив. Просто разное количество методов. В Kotlin много, в Solidity мало. Но у всех языков есть, допустим, типы данных. Если бы языки были настолько разные, то Jason написать было бы сложно. Но все языки схожи. Так вот, когда новичок что делает? Начинает бомбить. Что? Читать книгу. Проходить все подряд. Пока первое прошел, до середины зашел, забыл. Я учу по-другому. Ребята, есть правило первое. Надо разобраться в функциях, чтобы функции отлетали. Это я рассказывал на SPB или тут.ру, на примере Python. Теперь, то есть, система начинается с понимания функций, потому что все под них подтягивается. Теперь объясняю. Если вы понимаете функции, вы будете понимать классы, вы будете понимать методы, потому что если мы открываем абсолютно любую программу знакомым на языках, которые современные, все состоит. Вот, в Python def обозначается функция либо метод. Метод от функции отличается в классе ключевое слово self. То есть, это единственное различие. Все остальное исключение, это все одинаково. Иными словами, когда мы понимаем функции, мы можем писать и читать код. Вопрос в том, что я говорю, разберитесь с функциями. И вот сейчас, допустим, в Python, и сейчас, когда мы пришли к солидности, да, то с чего я начал? Наверное, вы уже догадались. Наверное, вы догадались, что первое, что я когда начал делать, солидите функции детально. То есть, если человек смотрит на функцию, представляем, да, мы отошли немножко от конструктора, но, в принципе, сейчас это не помешает, эти знания. Так вот, если мы бы... Так, а я не вижу, где моя тога. Если мы плохо прошли классы, и, по сути дела, смотрим на код, и вообще не знаем, куда смотреть. Иными словами, мы не разобрали функции, значит, мы не разобрали методы, мы не знаем, что считывать, это и есть прохождение, да. А как я учил, что надо считывать моментально? Параметры, по взгляду, не надо сидеть и думать, а что тут надо считывать, я учил. Здесь все параметры сразу по умолчанию, да. Это параметры вызов и исключения, связанные в первую очередь с параметрами. Три вещи, это все по взгляду. Но, как же делает большинство? Проходили методы, прошли функции, пошли дальше, и потом не пишем. Да неудивительно. Если мы сидим и думаем, а что это такое? Открыли код, уже считали, уже знаем, что делать. Вот он. Функциями та же вещь, как и с конструктором, ребят. Абсолютно один в один. В всех языках будет у функций, значится, ключевое слово, имя, параметры, тело. Ну, все одинаково, абсолютно. А то, что они записываются по-разному, так это же ерунда. Раз записал, два, три, на четвертый уже напишешь. Итак, возвращаемся к конструктору. Давайте посмотрим. Давайте попробуем написать конструктор и убедиться, что это именно так. Итак, я утверждаю, что когда мы возьмем два языка и, допустим, будет проходить конструктор, нам надо что выделить для себя главное? А что же это такое? Мы с вами определились, когда смотрели итога окно Windows, да, что конструктор это возможность определить первичные, первоначальные данные. Инициализированные, то есть, что значит, у которых есть значение, они инициализированы. Все. И дальше язык не имеет значения. Что учить? Записать сложно. Фигня. Пишем простой класс, прямо я с документации беру. Класс комплекс, да. Ну, я могу вообще просто написать, как документация, вот так. Далее. Я говорю, я хочу определить первичные данные. Для этого я пишу конструктор. Беру метод def. Я знаю, что конструктор в Python есть метод init. init, но называется конструктор. Значит, для того, чтобы определить первичные данные, вот он мне подсказывает, солиданная, да, self, потому что это метод. Так как метод ключевое слово self. Это отличает от функции. Ну, давайте я возьму так слово. Длинное не буду писать. Оны, тво, все. Итак, я определил первое в параметрах. Помните, я говорил, функции. Сейчас мы функции не трогаем. Но я вам говорил своим ребятам в школе. Научитесь функции считывать моментально. А что же здесь надо было моментально считать? То, что мы изучали. Это обязательные позиционные параметры. Параметры требуют передачи обязательных позиционных аргументов. Как это в школе будете учиться разбираться? Но я считал. Я взглянул и считал. Я четко понимаю. Дальше я что делаю? Выделяю место. Self. Выделяется место. Дальше я присваиваю переменную. Переменную. То есть это место обзываю. И грубо говоря. Оны. Вот мой первый параметр. Который я должен был обязательно. Входные данные использовать. Оны. Итак. Отлично. Второе. Self. Пусть будет как в документации. И. Тво. Все. Таким образом. Я определил первичные данные. Именно таким образом. И здесь были определены первичные данные. И здесь были определены первичные данные. Как мы будем в реальной библиотеке. Только здесь. Логически было заголовок окна. Позиция. Размера окна. Ну все что логически. Когда открывается само окно. Просто. Теперь вы боитесь конструктора. Это сложно. Надо было понять всего две вещи. Можно было изучать нечто писать. Ребят. Надо понимать что вывести. Это и есть задача преподавателя. Сказать. Не рассказывать вам там умные вещи. А сказать конструктор надо. Первое. Чтобы определить первичные данные. Второе. Чтобы это было данные инициализированные. То есть. Инициализированные. Что значит им присваиваться значение. Все. Дальше язык не имеет значения. Во всех языках конструктор будет делать то же самое. Описываться может быть по разному. Да ребят. Пока не ушел. Начинайте новички с Python. Знаете в чем причина. Откройте документацию. Допустим Kotlin. Да. Откройте. Ну мы откроем. Которая у меня сейчас открыта. Солидность. Обратите внимание. Здесь просто описано. Да. То есть. На кого рассчитана документация. По первому взгляду. На человека. Который четко владеет программированием. Иными словами. Когда я знаю. Что конструктор. Я взглянул. Мне понятно. Я сразу пишу. Здесь нету объяснений. А когда новичку я говорю. Начинайте с Python. Потому что в Python. Очень много хороших вещей. То есть. В Python. Мощная база. Которая практически сходна. С любыми языками программирования. Только где я ее открыл. Ну давайте я открою и просто покажу. Итак. Допустим. Даже если берем Python. Здесь. Во-первых. Прекраснейший глоссарий. То есть. Здесь есть. Что. Есть что. Дальше. Здесь есть. Описание библиотеки. Описание языка. Учебник. И все понятия. Ответы на вопросы. Расписаны. То что не хватает. Как правило. Новичку. Поэтому. Работая с Python. Вы просто. Поднатаскаете себя. В понятиях. И о них можно прочитать. Они будут абсолютно. Примерно. То же самое. Звучать в других языках. При этом. В Python. Самый широкий ООП. Который есть вообще. Берите любые языки. Это будет самый широкий. ООП. Который может быть использован. Вообще. В принципе. Так. Это я. Отлегся. Ну. Давайте дальше. Итак. Теперь. Давайте к нам посмотрим. А что же у нас произошло. Мы говорим. И мы знаем. Что INIT автоматически вызывается. Иными словами. Как бы работало ТОГО. Вот есть. То окно. Которое мы смотрели. То окно. Да. Но оно первое. Когда мы создаем. Свой экземпляр окна. То это был бы. Вызывался экземпляр класса. То есть. Мы бы окно называли. Допустим. Вася. Петя. Для школы. Для дома. Для института. И так далее. Ну. Как-то по-своему. Да. Называли. То есть. Создавался бы экземпляр. Но прежде мы. Давайте ка посмотрим. Следующее. Создадим экземпляр. Как бы вы. То есть. Всегда создается экземпляр. Иными словами. Другой класс. Который будет иметь то же самое. Что имеет основной класс. Для этого мы. Брали конструктор. Чтобы он инициализировал это. В новом экземпляре. И для этого просто присваиваем значение. Комплекс. Комплекс. И. Например. Возьмем. Здесь. Сейчас. Ничего не напишем. Мы попробуем запустить. Как я говорил. Есть три вещи. И исключения. Да. Запускаем. Что мы получим. Правильно. Отсутствует два позиционных аргумента. А я говорил. Что надо в функциях изучить. Возвращаемся. Отрываемся. Конструктора. Параметры считывания. Второе. Вызов. Третье. Исключения. В первую очередь. Связанные с параметром. Исключений больше. Но. Разберитесь с этим. Потому что. Потом появляется уродство. Да. Вот смотрите. Ведь людей. Которые. Пробежали функции. Их же. Сотни. Набираем. Джанго. И. Пожалуйста. Поехала. А. Откуда. Ребят. Я спрашиваю. Почему. Есть эти ошибки. Ответ. А. Эти ребята. Проскочили функции. Ведь здесь. Четко написано. Отсутствует. Два позиционных аргумента. Если бы они день-два посидели с этим. Разобрались. Вот этих бы исключений не должно было быть. Столько страниц. А если убрать вот эти ключевые слова сейчас в поиске. То страниц еще больше будет. Вот. Вам сколько людей. Которые просто неправильно изучают язык. И так взять любой аспект языка. Поняли? А. А. Если бы человек считал параметры. Да. Сказал. Что. Вот я изучаю функции. Что я в них должен изучить. В первую очередь. Я должен научиться считывать параметры. Что здесь написано. Здесь. Так как параметр. Стоит без всяких знаков. Значит. Он. Обязательный. Позиционный параметр. Первый. Второй. То есть. Позиционный. Значит. Должен был запомнен. Если я здесь. Впишу число. Три. Два. То. Смотрите. Произойдет чудо. Все. Все. Программа отработала нормально. Теперь-ка. Давайте посмотрим работу конструктора. Возьмем. Вы. Вызовем метод. Хелп. И. Заключим наш экземпляр. Икс. И давайте-ка. Отработаем. И мы видим. Инициализе. Сельф. То есть. Вот. Оно написало. Что вот это. Инициализировалось. То есть. В нашем классе. Икс. Конструктор. Эти параметры. Перенес. Хорошо. Давайте попробуем. Правда ли это или нет. Это мы можем хелп убрать. Нам вот сейчас не надо. Принт. Вот у нас место наше называется в памяти R. И мы присвоили. Ну и пишем. Икс. Наш экземпляр. Р. Икс. И. Запустим. Пожалуйста. Так. Еще раз. Вон я вижу, что оно создалось. Да. Три-два. Три-два. Вот наш. Чис. Который мы ввели. То есть. Все работает. Иными словами. Мы создали экземпляр класса. И. Задача конструктора было. Эти параметры. Инициализировать в этом экземпляре. Автоматически. Ребят. Ну что. Конструктор. Сложно. Я понял. Вот в Котлин мы точно. То есть. В солидности мы будем конструктор по-новому изучать. Ну будем говорить так. Давайте говорить по-честному. Новичку в этой документации будем говорить нехрен делать. По одной простой причине. То есть. Я. Мне легко. Потому что я знал, что такое конструктор. Ну я правда объясняю в школе очень подробно все. С нуля. Да. Солидность. Но. Как мы с вами разобрали. Абсолютно тоже. Инициализация контракта. Ну пусть контракта. Там класса. А разница то. Ведь смысл один. Инициализация. Ну давайте-ка запустим этот код. Итак. Берем конструктор. Расширение. Сол. Вот у меня есть контракт. А. То есть. Я создал переменную. Uint. U. Int. Это. Значит. Целые числа. В солидности. U. Дает. Понимание. Что это целые положительные числа. То есть. Эти целые числа не могут быть отрицательными. И. Паблик. Переменная у меня. А. Второе. Так как. Блокчейн. Это. Сеть аккаунтов. То каждый аккаунт имеет адрес. Ну самое такое частое. Берем адрес. Паблик. Паблик это значит доступность. И юзер. Это моя переменная. Как к адресу обращаться. Итак. Я хочу. Чтобы. Аккаунт. И пользователь. Был адрес аккаунта. Откуда отправляться. Четкий адрес. Аккаунт. Здесь я начинаю работать. Иными словами. Я для этого должен тоже создать конструктор. Я беру. Здесь. Вписываю сам параметр. Ю. Инт. А. Вот он. Да. Далее. Здесь немножко знания. Которые в школе мы изучаем. Так как у меня есть переменная адрес. В данном случае адрес. Это тип данных. Которые есть в солидности. Паблик. Это видимость. Он виден всем. Юзер. Это я просто придумал слово. Мог бы написать Вася. Да. Теперь я пишу. Юзер. Да. То есть. Вот эту переменную. Я создал конструктор. Где надо первичные данные. Присваиваю значение. Месседж сендер. Иными словами. В солидности есть понятие блока. То есть. Все. С чем мы работаем в солидности. В контракте. Это с блоком. Если бы я взял солидность. Вот то что я учу ребят. Открыл бы шпаргалку. И далее бы я увидел блок. То есть. Вот отсюда мы и брали. И смотрю. Месседж сендер. Отправитель сообщения. И он что показывает. Ой. Адрес. То есть. Тут вот четко указано. Эдрес. Да. Теперь. И. А. Параметру. Я присвоил значение. Которое. То есть. Переменный А. Присвоил значение. Своего параметра. Далее. Давайте-ка я запущу контракт. Конструктор. Дальше там описано. Разворачивается. При контракте. Разворачивается. Один раз. Я возьму. Латес. Пусть будет 0.8.15. Рун. Деплой. Но сначала этот все вы не знаете. Поэтому это все надо изучать. Я запущу сеть. Чтобы была сама сеть. Вот 85.45 аккаунт. Рун. Деплой. Это мы все проходили. Я сейчас только вы смотрите конечный результат. Я ганаж запускаю. Итак. Вот мой контракт. Вот мой контракт. Конструктор Sol. Я компилирую. Показываю два окна, что он скопилировался успешно. Теперь я вижу мою переменную А. Да. Вот я могу. 99. Далее. Я теперь могу развернуть. Разворачиваю. И что я вижу? Вот развернулся мой контракт А. И я вижу юзера. Если я введу А, да, то я вижу вот 99. Если я нажму, позвоню юзер, то я вижу контракт. И смотрите, что получается. Что получается. А вот мой аккаунт. 0 умножить на 5b. Видите? Вот мой аккаунт. И мой юзер. Вот. Вот он тот контракт. То есть теперь юзер и аккаунт, который я запускаю, это одно и то же. Известное мне начальное. То есть я сказал, присвоите месседсендер юзеру моему. Теперь четко начальный параметр. Я знаю, что вот отправление, вот этот контракт имеет такой-то адрес. И если мне надо было в данном случае первичное число какое-то отправить. Дальше бы я мог это орудовать каким-то там значением. Это было бы там валютой и так далее. Но смысл в том, что это все у меня действительно произошло. И 99, который я ввел начальное значение. И мой юзер имеет тот же постоянный номер, как и аккаунт. Аккаунт и юзер равны. То есть, опять же, что здесь в конструкторе произошло? Что я назначил первичные параметры. Так что, чем же отличается Python и солидность? А ничем. Да, по-разному записывается. Но если понимать суть, что это первичные данные, которые должны быть там, в классе, тут, в контракте. И при этом они должны быть инициализированы. То есть им присвоено значение. То, в принципе, язык перестает иметь значение. Значит, иными словами, что мы должны? В первую очередь, изучение языка – это ответ на вопрос, зачем я изучаю то или иное. Вот сейчас вы разобрались с конструктором. Теперь вы откроете абсолютно любой язык, и там будет по-разному записываться. Но смысл конструктора будет всегда один. Так что, много времени? Ну, 15 минут надо в другом языке разобраться, как записать там и что сделать. А дальше все. Бери справку, допиши сразу по языку. Я надеюсь, что с этого видео вы поняли, что вот такое вот занятие, осмысленное, оно дает много пользы. Вы могли пройти весь учебник и ничего не запомнить. А сейчас, я уверен, вы на всю жизнь запомните, что конструктор – это определение каких-то первичных данных, и они должны быть инициализированы, то есть со значениями. И вы это будете помнить и знать всегда. И пусть оно описано, как хотите, но везде будет все равно связано с инициализацией. Итак, вот тем и отличается моя школа, что я учу, как учить языки, основное внимание, на что обращать. И учим сами языки. Много внимания уделяю системе работы с кодом. К сожалению, уже мне нет времени про это рассказывать. И так долгое видео. Но, по сути дела, это основа. Иными словами, как сделать так, чтобы кода, которые вы не понимаете, становилось меньше, а которые понимаете больше. Это и есть система работы с кодом. На сайте SPB надо сначала посмотреть, вот здесь мы проходим сельф, где-то 30 уроков понимаем, а дальше, допустим, в курсе Django все это делаем практически. То есть работаем, по сути, это связано с документацией. Если вы заметили, даже в этом уроке я все время работал с документацией. Это еще одно правило, и работа с системой с кодом. Потому что зачастую программисты пользуются Google всем чем угодно. Я не против Google. Но не обходите документацию. Работа программиста – это работа с документацией. Правильно новичок скажет. Как в Усуновске говорил, «А что я туда пойду? Я же там ничего не понимаю». Абсолютно тут не понимаем, потому что там с командной строки, потому что там описаны переменные каким-то образом. Ребят, вот сейчас, внимание, все, перестаньте суетиться, перестаньте жевать, перестаньте, что вы там делаете, перестаньте, просто сядьте спокойно и просто послушайте одну фразу. Стоп! Документация – это работа программиста. Перестаньте обходить. Прямо сейчас. Начинайте работу с документацией. Поэтому я рекомендую всегда, изучайте, вот, допустим, даю солидность и джанга вместе. Джанга – мы много работаем с документацией с исходным кодом. И здесь с солидностью. Мы работаем постоянно с документацией. Перестаньте обходить документацию. Пользуйтесь Google, пользуйтесь всем. Но начните понимать документацию. Все. Все получится, ребят. Вы поняли смысл изучения языка? Это не так страшно. Это описывается логикой. Это то же самое, что зачем вам шуруп? Чтобы куда-то вкрутить. Все! Этих знаний достаточно, чтобы купить и понимать, зачем нам шурупы. Этих знаний достаточно, чтобы, когда мы понимаем, что такой конструктор, зачем он? Нам язык любой перестается быть важен. Изучайте минимум два языка. Ну, а я говорю, изучайте и Джанго, и Пайтона, солидите и все другие. Все, ребят, все получится. Спасибо. И у вас все получится. Запомните. Не придумывайте себе. Я не могу. Может, это не для меня. Запомните. Есть просто одно правило. Просто вам плохо объяснили. Я вас, по крайней мере, научил, что надо понимать в языке. Еще подсказок на курсе много найдете. Потому что я учу, как учить язык. Спасибо за доверие. Ставьте лайк. Все получится.